здравствуйте друзья с вами вновь кузнецов дмитрий предлагаю вашему внимание диалог автора нашего подписчика вот смотрите кредит экспресс финанс тут пытается навязать свою точку зрения с этим курятником естественно у нас разговор короткий я в этот раз не прослушивал разговор целиком а сейчас прям при монтировании буду его слушать кусочками знаете выхватил почувствовал что интересно и лишь принял решение разместить на канале и вот сейчас я грубо говоря вместе с вами буду его слушать а потом что-то прокомментирую и так внимание поехали здравствуйте здравствуйте это общество с ограниченной ответственностью кредит экспресс финанс меня забыли сказать разговора отлично здравствуйте моя фамилия зовут дмитрий интересует вопрос с какой целью от вашей организации ваша фамилия имя отчество назовите представьте так я представился вы не слышали я повторю дмитрий так дмитрий год рождения не ваша точность 15 05 год какой я слышал вопрос дело в том что от вашей компании вот я откуда телефончик товарищ взял мне пришлась эмэска что какие-то там материалы дела ведутся поясните что за дело какое отношение вы имеете ко мне ваша компания кто вы такие вас имеется задолженность перед свееками сайта смените первоначальным кредитором является закрыто акционерное общество банк русский стандарт ну возможно я документов не видел номер договора 40 80 и 31 20 а на заключение соглашение 17 05 тысячи свой год продуктом являлся автокредит его к оплате по состоянию 27 сентября 16-го года составляет 20 тысяч 480 рублей со всеми копеек и что вы хотите вам необходимо оплату произвести с чего вы взяли что мне необходимо произвести оплату потому что вы на сегодняшний день являетесь должником а кто это решил что я являюсь должником банк русский стандарт от вас как от клиента отказался пересудил права денежного требования ну подождите насколько мне известно статус должника мне может присвоить только судья был судебный процесс какой-то у вас есть постановление суда которым написано что я должник почему у меня называете должником вы не имеете на это право потому что я вам еще раз объясню статус должника мне может присвоить только судья был суд суда не было значит я не должник я еще раз повторю вопрос кто это решил что я являюсь должником я вам еще раз объясняю данный статус может присвоить мне судья написав это в постановлении в решении суда и будет написано что дмитрий николаевич является должником в отношении него какая-то сумма ставится там и так далее у вас есть такое постановление я хочу узнать что ваша компания хочет от меня необходимо произвести оплату какой целью я должен что-либо оплачивать чего вы взяли что я буду что-то оплачивать почему вы решили что я буду что-то оплачивать долг должен и будет оплачивать ну разве я кому-то что-то должен а кто это решил я я я я считаю что я не должен докажите мне обратно нету нет у меня таких документов кто мне пришло дмитрий николаевич осуществует задолженность предатель канализе штрафа выдано ли посетка банков русский стандарт так я был в банке русский стандарт они мне сказали что никаких отношений между мной и банком не существует на данный момент они продали вас долг от вас как клиент подсказали так хорошо что продали но вы понимаете я же банку то ничего не должен я с банком заключал договор вы кто такие но я сейчас не помню номер статьи да но я читал такую вещь в нашем законе российской федерации вы же работаете в рамках правового поля правильно вот вы наверняка мне сейчас подскажете что это за статья в которой написано что при переуступке прав требования третья сторона то есть я как физическое лицо должен получить уведомление чтобы я знал кто мне звонит и что хотят на данный момент прошло уже три тысячи шестьсот один день по моему да за все эти три тысячи шестьсот один день ваша компания не удосужилась вообще-то должен был сделать банк русский стандарт но никто из не русский стандарт не ваша компания мне данные данное уведомление так и не прислали никто вы не что вы не откуда вы взялись вы просто звоните и просите денег возможно я по статьям я я я я не этот самый не юрист я просто знаю что такая статья есть и я ее читал друзья это кузнецов дмитрий девчуля ошиблась на самом деле это 230 федеральный закон в части статьи 9 и там как раз таки указывается что кредитор обязан уведомить должника и здесь автор немножко ошибся утверждая что он третье лицо нет он так как раз не третье лицо в основное лицо лицом участник договора изначального первоначального а вот это вот публика на дурочка играя через три тысячи дней пытается что-то взыскать у них ничего нет кроме информации из сайта должен сайта должников так называемого биржи должников простите вот еще раз повторю вот это и есть третья сторона там кредит экспресс финанс или как она там называется вот и даже не от них нужно уведомление получать от первоначального кредитора через почту россию или лично под подпись мы слушаем дальше что там и смысл этой статьи я понял да кто бы спорил никто же даже и не спорит про 382 статью основной основании порядок перехода прав кредитора к другому лицу пожалуйста право требования принадлежащие на основании обязательств кредитору может быть передана им другому лицу по сделке уступка требования ли может перейти к другому лицу на основании закона для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника если иной не предусмотрено законом или договора если договором был предусмотрен запрет уступки сделка по уступке может быть признана недействительной по иску должника только в случае когда доказано что другая сторона сделки знала должна была знать об указанном запрете вот это вот вторая часть может очень хорошо работать когда вы отправили отзыв согласия на обработку персональных данных и передачу этой информации третьим лицам но я сейчас расшифрую да как это должно работать в купе с 230 федеральным законом ребят еще раз повторю никто с ней не пытается спорить и я в том числе да есть такой порядок но каждая сторона должна быть в законном праве и сейчас автор есть совершенно не об этом говорит он не оспаривает возможность кредит экспресс финанс требовать деньги с должника не оспаривает ни в коем случае он просто не просит даже а требует доказать на основании того же закона и то что она манипулирует 382 статьей это ради бога но если бы она включила мозги она бы поняла что у них это право никто не забирает и еще раз повторю не оспаривают другое дело что все должно быть законно все в буквальном смысле если есть 230 федеральный закон статья 9 где четко и конкретно сказано что сторона должна быть уведомлена так вы заключите сначала этот договор с банком которого сто процентов нет а взяли вы я повторю информацию с биржи должников просто так и все на удачу а вдруг отдаст и больше ничего никаких вас бумаг нету тут сто процентов желания проехать на дурочка как и делают 99 процентов всех коллекторских структур на незнание и страхи должника вот и все давайте послушаем что она еще накудахчит там у себя из головы а я не говорю что я прошу у вас согласие я прошу уведомление чтобы я знал кто вы что вы действительно вы купили мой долг и что вы не являетесь мошенником который просто звонит мне банк обязан был предупредить вас а передачу делать но он этого не сделал он этого не сделал но дмитрий давайте я буду говорить и я же вас не перебивала хорошо расскажите мне и не 30 дни а дата привлечения на праве выдавление по почте заказать и снять если банка это не сделал ответственности мы не несем за это ну подождите обязанность нашего но что я договорю только может перебивать нет нельзя я запрещаю рот еще она будет затыкать человек хотел тебе сказать наверняка что нет у тебя никакого договора и то что ты об этом не знаешь это не снимает с тебя ответственности ты прямой собеседник ты прямое контактное лицо и как только ты услышала от человека что у него нет никакого уведомления ты сразу же должна замолчать извиниться и положить трубку и бежать к своему руководству со слезами на глазах и кричать почему вы меня подставляете почему вы не со мной так поступаете почему у нас звонилок за людей не считаете вот и что должна сделать что у человека нет этого уведомления а несете вы ответственность не несете это дело десятое банк обязан был уведомить он этого не сделал доказательства у человека нет этого уведомления вот и все решение суда легко отменяется если человек пишет заявление что он не получил того либо иного документа и решение суда можно при небольшой компетенции отменить решение суда она видите ли вон что заявляет не несет она ответственность за свое беззаконие если ты слышишь что ты первую очередь нарушаешь закон продолжая требовать человека что-либо да я напомню человек сам позвонил но ты должна зафиксировать ситуацию извиниться за возможные неудобства которые вы уже успели ему доставить этими смс коми и быстро побежать выяснять ситуацию что-то конечно же не сделаешь по что у вас нет на это никакой возможности как вы поняли обратился сейчас к этой курицы но мы слушаем дальнейшее развитие событий и так поехали нет я вас слушаю я вас слушаю а также все документы на право вашего долга мы отправили по адресу вашей регистрации если вы документы не получили подходящий корреспондент ответственности мы не ничем но я понимаю что вы ответственности не несете вам письмо назад это вернулось вот именно у нас нет возврата письма у вас есть подтверждение того вышли сейчас только что сказали что вы отправляли заказным письмом у вас есть подтверждение дмитрий я вам сказала о том что банк вас должен был уведомить но врет как дышит да друзья мои послушайте промотайте назад буквально несколько минут что она говорила но так или иначе это все бессмысленно нет обязательства у правоприемника в нашем случае у коллектора когда это только только началось так когда право требования перешли слать что-то должнику только после того как законный порядок соблюден когда кредитор основной кредитор уведомил должника право требования было предоставлено делегировано другому лицу тарас во вторых до того как это произошло должник не отзывал своего согласия на передачу информации третьим лицам и так далее и тому подобное только после этого новый кредитор может взаимодействовать писать письма звонить подчеркну убедившись в документальном формате они со слов даже чьих-либо о том что соблюден законный порядок иначе можно пожаловаться судебному приставу и не извините за выражение нахлобучить сторону которая нарушает закон на 200 тысяч рублей и уже есть такие прецеденты но давайте послушаем дальше что там у нас происходило ну смотрите я и такого письма не получал как вы мне сами говорите что отправлял его банк не вы я вам еще раз повторяю банк был обязан вас предупредить о передаче делах электрической агентства вот он не предупредил а раз он меня не предупредил значит данный договор можно аннулировать и вот тут связь прервалась очень-очень жаль нам конечно остается доказываться либо она оказалась в тупике и поняла это и нажала ту самую волшебную спасительную кнопку ну либо может быть связь действительно подвела автору огромное спасибо друзья мой хороший диалог получился классный вот такой достойный нашего канала ну что я хочу сказать в принципе в процессе ролика я все прокомментировал все что мог но хочется в очередной раз заявить не бойтесь их включайте мозги читайте статьи услышали коллектор что-то брякнул открыли загуглили почитали не заголовок а все вместе полностью не ленитесь интернет есть у всех но если хотите действительно не только успокоиться еще и документально поставить всю эту публику невменяемую на место к вашим услугам наши специалисты специалисты компании алиам ссылочка на наш сайт в описании этого либо любого другого ролика есть также в правом верхнем углу видео сейчас выйдет кликабельная подсказка вот она нажимаете на нее переходите на наш сайт и зачем я вам это говорю обязательно смотрите видео на нашем сайте как устроена работа кредитных юристов компании алиам хотите вы стать нашим клиентом не хотите просто может быть вам интересно раздумываете вы на эту тему посмотрите видео на нашем сайте алгоритм работы кредитных юристов что мы для вас сделаем придем вас комфортному платежу создадим условия когда банку будет выгодно отказаться от претензий сколько это время займет сколько это будет стоить сразу скажу это в разы дешевле чем платить в банк в сотни раз вообще короче по времени то есть четкий конкретный фиксированный срок когда мы беремся за работу и делаем ее и самое главное пожизненная гарантия если после нашей работы вдруг какой-нибудь из банков решит опять на вас наехать подать в суд официальную претензию озвучить мы бесплатно будем вас сопровождать до полной победы это мы гарантируем это в договоре есть еще раз повторяю послушать посмотрите простите видео на нашем сайте ссылочка сейчас кликабельная выходит в правом верхнем углу пожалуйста посмотрите видео на сайте вот ссылочка но те кто не подписался на наш канал подписывайтесь ставьте лайк репост соц сетях это обязательно для тех чтобы для того чтобы как можно больше людей узнала о том что на самом деле происходит ну и ссылочка на нашу группу вконтакте есть в описании любого ролика вступайте там все ролики с youtube канала дублируются ну а с вами был кузнецов дмитрий желаем счастья благополучия финансового здоровья вам и вашим близким всего вам хорошего до свидания